Каждый день на городские маршруты выходят автобусы единственной в Туркестане компании пассажироперевозчика. Жители отсутствия конкуренции в данном виде совсем не беспокоят. Главное, говорят они, отсутствие гонок на дорогах и, как следствие, безопасный, а главное, доступный проезд. Дети бесплатно ездят. Мы же платим в автобусе 30 тенге, в «Газеле» 40. Жители оплачивают за проезд по 30 тенге, при этом школьники до 12 лет, матери героини, инвалиды, а также участники войны локальных конфликтов, обслуживаются бесплатно. При этом из бюджета компания никаких субсидий не получает. Сейчас время такое, когда главным стали деньги. Честь, совесть, уважение – все это измеряется деньгами. У кого нет, может купить. Но разве это правильно? Я мог бы, конечно, установить проезд в размере 40 тенге. Тем более этот тариф утвержден еще два года назад. Но как я потом людям в глаза смотреть буду, если до сих пор ко мне приходят и просят то о льготах, то о проездном. Несмотря на столь низкий по сравнению с Шимкентом тариф, в компании и за состоянием автобусного парка следят, и новые машины покупают. Правда, предпочитают машины российского производства. Сказался опыт одного приобретения из Китая. Мы два года назад решили купить китайский автобус. Так с него уже песок сыпется. Это одноразовые машины. Другое дело старый добрпазик. Он ведь рассчитан как раз на наши дороги. Поэтому больше на китайские автобусы я не трачусь. Автобусы компания покупает в кредит. Здесь не жалуются на нехватку средств. Более того, готова поделиться опытом организации пассажирских перевозок со своими шимкентскими коллегами. Если у них, конечно, будет такое желание. Правда, пока никто к ним с такой просьбой не обращался.